Меня прошу слышать всем. Начинается мобил, я рада, что мы продолжаем. На самом деле, такая вещь, как технология добрых дел, не зря была придумана. Многие начинают мастер-классы свои, что говорят, вот я не дам волшебную пилюлю. Что панацеи нет, никакой не существует. А я вам могу сказать одно. Волшебная пилюля – это мы с вами, которые делаем эти дела, которые мы их реализуем. И самое главное, все заключается в нас с вами. Если мы реализуем дела, то они есть, они получают продолжение. И мы видим результаты, которые нас радуют. Согласны? Но, к сожалению, есть такие вопросы, которые зачастую бывают, казалось бы, да? Ну, что бы такого? Организовать какую-то ярмарку, организовать какую-то комнату. Да что такого? В этом ничего такого сложного. Но на самом деле мы все встречаемся с вопросами организационными, с вопросами финансовыми и так далее. И вопросами, которые вытекают вообще из наших проектов. А немножко расскажу о наших проектах, которые, в принципе, существуют у нас, которые планируют открыться у нас. Как раз вот Светлана Алексеевна рассказывала. Ну, буду рассказывать на примере одно, то есть вот комната добрых вещей. Почему? Потому что это такая, скажем так, организационная система, которая существует в том или ином виде во многих наших городах. Мы все стараемся в первую очередь помочь друг другу вещами. Поэтому я решила за более простой, чтобы мы не усугубляли, не вдавались в более подробные проекты, которые требуют гораздо больше, скажем так, наших сил и реализации. А у нас есть такие проекты. Все начиналось с обыкновенной ярмарки. По раздаче вещей мы решили, почему бы нам не обменяться вещами. И в итоге эти ярмарки стали у нас регулярными. Они называются ярмарки. Потом, так как у нас стали скапливаться вещи, нам пришлось искать вариант, где бы их хранить. Естественно, мы обратились к нашей администрации за помощью, чтобы все-таки нам помогли где-то их хотя бы стратегировать. И отсюда уже у нас пошли. Игрушки нам принесли, надо их куда-то деть. Мы организовали акцию «Найти себе другая». Появились у нас там какие-то вещи для малышей, для новорожденных. Мы решили, что все-таки надо тесно сотрудничать с перинатальным центром. И отсюда у нас все это стало постепенно-постепенно вырастать в большой снежный ком. Потому что идут, стали обращаться, раз у вас детские вещи, может быть, у вас взрослые найдутся. А кто-то и говорит о том, что мы готовы принести вещи. И в итоге у нас стало скапливаться даже вот в одной маленькой комнате много-много-много вещей. И мы обратились к нашей администрации за помощью. Они выдали нам еще одну комнату. В итоге сейчас у нас в городе функционируют три наших комнаты. Ну, а о чем я хочу сказать? То, что начинать, допустим, работу сразу с организации какой-то комнаты, иногда это достаточно сложно, проблематично. Поэтому у тех, у кого не существует, гораздо лучше начинать вот с этих ядмаров. И вы поймете, что вам более, скажем так, близко. Потому что бывает кому-то детские вещи более близкие, и они начинают с детских вещей. Кто-то начинает с взрослых вещей, потому что у них больше спрос на взрослые вещи. И отсюда вы можете формировать дальнейшее, структуризировать работу своих комнат. А то, что касается вообще на самом деле задачи, цели нашего проекта, это было то, что помощь нашим многодетным. Но когда мы начали функционировать, мы поняли, что мы выходим за рамки, начали помогать в рамках города вообще, в принципе. И это на самом деле не просто нуждающийся, вот говорят, вот, в первую очередь нуждающийся. Нет, на самом деле бывают ситуации, порвались брюки, срочно нужно купить где-то как-то надо билеты. Ой, у тебя брюк не будет, да будет, приди к нам в комнату, там будут кто-то обувь и так далее. То есть, таким образом, у нас пришло к чему? У нас появилась в социальных сетях группа «Много вещи», у нас появилась группа «Вайперы», «Много вещи», в которой сейчас участвует у нас более 250 человек. То есть, все активно, это вот маленькая группа. Почему? У нас получилось, что «Вайпер» не позволяет включить более 250 человек, и мы стали переходить постепенно уже на Телеграм. То есть, наши группы стали расти. Отсюда выросли у нас много еда группам, потому что у нас есть девочки, которые делают, что-то производят. Они кого-то угостили, понравилось, потом «Ой, а мне можно» и так далее. То есть, у нас появились вещи, которыми мы обменимся не только в плане одежды, да, это еда, это какие-то советы, это, ну, очень-очень большой блок, и мы их стали уже разбивать. То есть, когда появляется 5-10 человек, которые дают одну стематику, мы их начинаем выделять в одну группу, и получается, та группа тоже начинает развиваться, и у нас отсюда вырастает сразу большое количество проектов. То есть, они, исходя из одного, появляются сразу много-много-много блоков. И вот то, что касается цели и задач, мы сначала стали одни. В итоге сейчас перед нами задача, это то, что обмен и помощь населению не просто там, которые нуждаются в этом, а просто, скажем так, чтобы это было экологично, экономично для жителей нашего города. А здесь, естественно, отовсюду, так как мы проводим наши ярмарки и проекты комнаты, мы объявляем периодически о сборе вещей в СМИ, и нам несут большое количество вещей. Что же с ними делать? Возникает вопрос, когда огромное количество сразу затраты, это сразу возникает, естественно, где это хранить, как это перерабатывать эти вещи, как их разделять и куда их девать. Согласна, да? У многих таких вопросов возникают. На самом деле, то, что касается труда и затрат, это активные жители нашего города, которые не один раз приходили к нам в комнату, они присоединились к нашему проекту, и я им предложила, почему бы, раз вы к нам приходите, вы будете нам помогать. Они с удовольствием, и они на постоянной основе стали ходить к нам в комнату, помогать разбирать, сортировать вещи, и, естественно, у нас даже увеличилась за счет этого проходимость комнаты, то есть гораздо больше людей стало притекать, потому что один пришел и сказал, вот там дают вещи, другой, третий, десятый, плюс телевидение. И отсюда у нас даже департамент нашего образования заметил, что у нас в школах дети, которые были из трудных семей, они гораздо лучше стали выглядеть в плане одежды. А идем дальше. У нас появляется такая ситуация еще, кто же нам поможет в нашей ярмарке, когда у нас несколько комнат, и везде надо провести эту ярмарку в городе вещей, и мы обращаемся тогда к нашим молодым, активным жителям города, это наши дети-школьники, поэтому я предоставляю слово Анекина Татьяне Владимировне, которые, как раз-таки, периодически руководят. Я, как раз, пиалком организатор средней школы, и в традицию школы уже стало сотрудничество с нашей общественной организацией «Магазинка Семьи Мама». Мы тоже собираем метарную помощь, когда будет актуально жителям Луганска и Донецка именем благодарственное письмо контрнатора Пенинского области за такое совчестное сотрудничество Маши и его возили нашим беженцам, которые размещались на письме, там мы подарили в санаторию. Также традиционно же четвертый год у нас такая акция «Подари ребенку праздник». Звали ее для своих детей в нашей школе, и собираем не только вещи, но и сладкие податки и игрушки для детей с ограниченными физическими возможностями. Мовой год – это праздник детства, но, к сожалению, не для всех он является в той полной мере праздником. Кто-то из детей не может посетить, посетить представление юночное. И тогда наши инициаторы придумали такую грандиозную вещь, чтобы привести Деда Мороза со Снегурочкой к неудобному. И предложили нам, старшеклассникам нашим, побыть в роли Деда Мороза со Снегурочки и привести такое мини-представление, поздравление. И, естественно, с пустыми руками не придешь. Пришлось придумывать множество благотворительных акций в школе, чтобы собрать деньги на подарки, чтобы они были не просто в хорошем, как говорится, качестве использованы, но и купить, может быть, даже новые. У нас много традиционных для школы. Каждый год мы делаем чудеса своими руками, выставку поделок, сувениров новогодних. И очень много остается этих поделок. И мы прошлогодние поделки не выкидываем. Мы их продаем в следующем году. Вот в этом году мы тысячу собрали с этих поделок и подарили эту тысячу ребенку, который нуждался в лечении. И наши дети, у нас только два комплекта, Дед Мороз и Снегурочка. Если сначала Снегурочек всегда было много, а у Деда Морозов как-то мальчишки стеснялись, то в этом году целый список, очередь обиделись на то, что их нельзя. И у Деда Морозов и Снегурочки, в самом деле, хотелось бы побывать, именно лично подарить всем подарки. Спасибо вам большое, Дедчонки, за такое интересное. На самом деле, они нам в многих помогают в проектах. То есть, как раз и то, что касается ярмарок. Да, у нас и дети присутствуют на ярмарках. Они помогают нам раздавать. И они с интересом включаются в эти проекты. Поэтому, обратите внимание, что наши дети, они такие же активны, как и мы. Поэтому вот отсюда наши новые ресурсы, наше новое воспитание. Это вот как раз тоже одна из целей нашего проекта. То есть, включение молодежи в работу с нами совместно. Дальше у нас то, что касается сортировки вещей. Мы сотрудничаем еще с одной организацией, которая занимается предварительной помощью животным. Называется лакматый круг. Возникают вещи, которые, ну, скажем так, непригодны к употреблению в качестве носки. И мы решили, что почему бы и нет взять и помочь этим людям. Мы раздаем эти вещи. И, соответственно, они очень рады, потому что животным нужны подстилки какие-то, еще что-то. Они в большом количестве у нас, на самом деле, забирают. У нас, скажем так, есть некоторые, вот даже стали на постоянном приходить. Для животных забирают прям большим количеством. Поэтому, если у кого-то существует комната, посмотрите вокруг вас. Если есть, существуют такие организации, они с удовольствием принимают эти вещи и готовы сотрудничать на постоянной основе, потому что, на самом деле, они приоритетные сборы по этому поводу. То, что касается вещей, которые, скажем так, они в хорошем состоянии, бывают интересные ткани, бывают интересные, там, раритетные вещи приносят в комнату, мы их отдаем в театральные студии, в сам театр, а вещи, которые у нас, допустим, есть мамочки, которые занимаются хендмейдом, и они с удовольствием эти вещи берут, допустим, носить их невозможно, они там где-то дырочки, где-то что-то, но для изделия, для какой-то поделки их забирают с удовольствием, и они приобретают вторую жизнь, потому что нам даже чемоданы несут, которые тоже потом становятся отличными поделками и в оформлении какого-то участка. То есть это тоже учтите, и на самом деле очень-очень интересно, потому что складывается работа в целом, а не только самих многодетных мам, но и жителей города. И начинаются общения, и отсюда проекты начинают расти более глубоко. И так, я хотела предоставить слово Ковоскову Марине. Так, Марина Александровна, можно вы выставите то, что касается у вас по многодетным семьям, ваши проекты, которые вы реализуете? Да. Да, ну большое спасибо, что дали нам сегодня возможность еще выступить. Но сегодня очень много говорилось, я все-таки позволю себе, у меня прямо две минуты я засекла по поводу нашего городского женсовета. Вообще 30 лет назад был создан в городе женсовет. Вот, это еще в 87-м году. Он серьезно тогда занимался проблемой многодетных, и уже осенью была проведена первая конференция, нам сказано, когда еще разорвали 16, на которой был обозначен тогда круг вопросов, требующих решений. Выбрал совет многодетных, все дни тогда назывался совет, сейчас мы уже переросли в ассоциацию. Но еще тогда, 30 лет назад, был избран председатель. Созданный, тогда мы создавали списки, многодетных, собственно, ручно, под запись, как говорится, создавали эту базу, и сами помогали этим семьям. В 1988 году у нас уже было 389 многодетных семей, из них 6, где, 66, где воспитывалось более 4 детей. В 1991-1993 годах около 400, 450 многодетных семей, но затем их количество стало уменьшаться. Тогда, как бы, чтобы для того, чтобы помогать их, многодетным семям, нам нужно было необходимы какие-то документы, вот эти справки, или что-то. Тогда не было разработано вот это удостоверение многодетной, мамой, семьи, да, которое есть у нас с вами сейчас. Нашими же женщинами 30 лет назад это удостоверение было разработано. И председатель женсовета тогда его возила на, демонстрировала его на съезде женщин Советского Союза в Москве. После того, как из области нашей Нижегородской из Москвы мы получили ответ письменный, что такого вообще в принципе удостоверения никакой справки документа не существует. И у нас тогда председатель Смолова ездила в Москву на съезд женщин Советского Союза, где рассказывала о деятельности нашего городского женсовета. Именно в то тяжелое время в 90-е годы время тотального дефицита, чувствуя поддержку и городской администрации, и внеев нашего городообразующего предприятия выдавали всем семьям вот это удостоверение. На основании их добивались для многодетных семей уже тогда и год по оплате проездам в общественном транспорте, квартплаты, телефона, света, детского сада, завтраков и обедов для школьников. Организовывали приемы в детские поликлиники без очереди. Организовали до сих пор это у нас как по удостоверению у нас всех пропускают. Сейчас у меня я созванилась в перерыве, у меня дети заболели, мы уж на выписке, говорят, а удостоверение увезла, мне никто не верит, что я многодетный пак. Сейчас только что звонила. Я говорю, сидите в очереди. и отраду, что спустя несколько лет эти годы были узаконены на государственном уровне. Вы уж извините, я хотела просто, поскольку мы это готовили когда-то давно-давно, когда участвовали в конкурсе областном лучший женсовет, мы тогда получили свою заслуженную награду лет назад. Все-таки те женщины, у которых я приняла эстопед, когда-то сами добились того, что мы, может быть, даже многие сейчас с вами имеем. Но в конце 90-х годов в городе был создан отдел социальной поддержки населения, так называемые наши с вами теперь УСЗН, и многодетным семьям стали заниматься они. Но мы тогда передали все списки, которые наработали. Вот, это что касается нашей такой истории. Ну, я бы две минуты уложилась. Дальше у меня... Можно обнимать вот это? Дальше у меня... А, спасибо. Много уже сегодня не говорилось, я, конечно... Я бы снялась. Может быть, о чем-то повторюсь, но что я заготовила. Так. Вот у нас... Мы сегодня говорили про вашу комнату, да. У нас это в другом формате возможно, но мы так называем социально-прогаз вагонных и праздничных платьях на выпускной в детских садах, да, поскольку вот у нас идет обмен. Тут вот где-то где-то у нас... Очень мы любим ежегодные мероприятия Ко-дню-пап. Мы его празднуем третий год и он у нас празднуется летом, хотя у нас, по-моему, да, он официально... А, в июне. То есть все правильно мы делаем почему-то, вот, я не знаю, потому что лето дает нам хорошую возможность проводить спортивные мероприятия и это, конечно, вот с папами более актуально. И тем самым мы повышаем с вами как бы роль отца в семье. Я думаю, правда, вы шатили карты. Да. Нет. В общем-то, статус пап. Семейные поездки, поездки в Мордовский заповедник организовываем, находим благотворительные возможности для оплаты автобуса и семьями у нас выезжают разные семьи. Вот акция с Миру по листочку в рамках подготовки к учебному уходу, о которой я вот уже говорила, обеспечением школьной формы от паприки Скайдель, которую вот я сегодня уже озвучила. Это, конечно, не компенсация, может быть, как у вас, да, но опять же, начинала я с 35 комплектов, когда посмотрела, что она была на тот момент, это был 16-й год, 15-й год, я посмотрела, от первоклассников хотел сначала в первую очередь, чтобы дети из многодетной семьи или первоклассники пошли, ну, не то, что им подарили или передали, говорится, это простят меня коллеги, а все-таки в чем-то ног-ногом, в своем, вот, и поэтому села, написала на фабрику просто письмо, попросила, описала ситуацию, не найдете ли вы возможность, это я к тому, что, в общем-то, обо всем можно в жизни договориться, и действительно, невернодушных людей много, которые, в общем-то, нам очень много, многому могут нам помочь, во многом нам могут помочь, надо просто к ним обращаться, и действительно, буквально через месяц мне ответили, попросили прислать размерный ряд, естественно, нам дали то, что дали, то есть, если у всех, там, у кого синяя, у кого серая форма, то уж мы, извините, не учитывали, это, как говорится, что нам послал, тому мы были рады, вот, мы распределяли, опять же, совместно с магазином «Лопоту», мы уже второй раз обеспечиваем многолетним семей наших детской обуви сезонной, опять же, это новые вещи, то есть, это мы передаем, и вот предприниматели охотно идут, по крайней мере, делятся с нами уже излишками своих товаров, и осенненькое пальто, и курток, и всего, все это вещи всегда только новое, ну, очень меня это особо радует, потому что я все-таки сама тоже, у меня пятеро детей, один внук, и я, в общем-то, считаю, что наши многодетные семьи, ну, заслуживали больше, давайте вот ведем все-таки, я тоже согласна на том, что мы малоимущие или какие-то, потому что, сама я такой, слава Богу, не была, потому что мы с мужем сознательно уже шли на свою многодетность, когда поняли, что мы твердо стоим, и мы можем себе позволить у нас эти ресурсы, поэтому вот, это ежегодные наши мероприятия, которые уже проводятся на протяжении 30 лет, это точно, без смены, это наши елки, и всегда мы находим возможность, чтобы каждый ребенок ушел с славным подарком, помимо того, что делает для нас, вот, сегодня же Сергей Григорьевич отключил, что в нашем униципалитете уже на каждого ребенка какой-то бесплатный подарок заложен, много лет на меня получают еще и дополнительно, в этом тоже напополам и с женсоветом вне, градообразующих, я, как же, у них деньги есть, я их немножечко ида. Значит, совместно с салонами красоты, опять же, выхожу на СПТ, это ПТУ, скажем так, да, который выпускает парикмахеров, им надо руку нарабатывать, а нам тоже, как бы, хорошо, что нас бесплатно постригли, то есть, раньше это делали мы к Новому году, ну, к Новому году и к Первому сентября, теперь мы это делаем чаще, то есть, и уже сами отвлекаются, говорят, а не хотите ли вы нас принять, где-нибудь, только найдите площадку, чтобы там человек 20-40 постричь в Первом сентября, то есть, мы ободренне идем на это, и говорят, тут, как бы, вот, наверное, нам всем уметь, как-то где-то на себе на горло наступить и попросить, да, вот, и как до начала, вот, ну, и ежегодные наши такие мероприятия и мастер-классы очень мы любим, это тоже наша, женсоветовская и ассоциация многодетных, это тоже такое мое мероприятие, которое я провожу, только одна, писала уже без женсовета, это как мастер-классы мероприятия, мы до этого проводим конкурс семейных творческих работ, номинация у нас есть и рукотворная, и что-то, где мамы вяжут или что-то наряду с детьми делают, то есть, мы их оцениваем отдельно, и потом у нас это выливается в такой шикарный праздничный концерт. Опять же, договариваемся с разными площадками, поскольку свои не обладают, нам готовят концерт детского творчества, а мы в то же время успеваем показать, насколько мы все приятные. Это мастер-классные гулянии, то есть, мы тоже их проводим. Ну вот сегодня я увидела, что и вам такую награду дали от Союза Женщины России, вот, как бы уместно так и похвастаться, и мы тоже когда-то, Жен-совет, не когда-то о прошлом году, за 16-й год, получили такую награду, как и наша программа, и наша работа была признана лучшей в области, и поэтому вот, и презентацию не вошло, но хочу сказать, 28 февраля у нас открылся тоже благотворительный, пока мы называем его благотворительный склад, 28 февраля, где уже жители города привозят подарки или какие-то предметы, которые им, в общем-то, не нужны, или они готовы поделиться, и я была на открытии этого нашего как раз склада, и мне понравилось очень много, в основном, новых, новых, и новые, и мебели, и посуды, и одежды, и все. Вот это меня, конечно, всегда радует, чтобы все-таки мы смогли в нашем весене давать вот именно новые, вот для поддержки, чтобы это, да, да, и что еще хочу, у меня такой вот ежегодно у нас в этой области проводит конкурс «Нижегородская семья», где мы, как правило, честным и выдвигаем свои многодетные семьи, потому что там на конуне у нас 100 тысяч поддержка, и поддержка получает не одна, две, три семьи, да, она намного больше, поэтому и туда мы привлекаем, и в этом конкурсе у нас участвуют семьи, с хорошими, богатыми традициями, устоями, вот там, где отцовство материнства действительно ценится, там, где им есть чем поделиться, для того, чтобы, ну, я не знаю, я считаю, что вся наша работа еще должна быть настроена на повышение, на вот институты семьи, статусу материнства и детства, ну, как-то вот всем вот этого желаю, у меня, конечно, вот сегодня вот говорила, и у меня хотелось мечтать, на этом, приветствую, Игорь Григорьевич, буду разговаривать с телебителем, потому что семья сорвала, например, дорожная, сорвает столько хороших семей, а потом, хотя бы, пять минут эфира, для того, чтобы у молодежи, у нашей, тоже, формировалась картинка, я вообще за благополучное, за успешное, вот родительство, за осознанное родительство, вот как-то да, вот, не даю вас, вы видите, сюжет, даже со своей, так, ну, вот как-то так быстро, но, насколько у нас время, да, и много уже говорилось, у нас здесь и говорится, о технологии добрых дел, все правильно, все правильно, все правильно, все по теме, то есть, то, как вы реализуете, свои товары, как они у вас походят, потому что, мы все готовы принимать, успешные, я просто к тому, что я сегодня вот, все тоже внимательно всех слушала, мы, в принципе, с вами движемся в одно направление, но все по-разному достигаем, вот эти, как бы, цели, и вот, даже результат, но, вот, подлежать, камеру вода не тесет, я уж теперь точно об этом знаю, потому что, я говорю, вот сидишь, набираешь, но мне, конечно, старшина очень помогает, мама, ты бы не хотела, вот проект, а, проект Золушка, она мне предложила, в этом году у нас стартует, с ней проект Золушка, то есть, у меня уже в городово-зуражное предприятие работает, взрослая, вот, там возглавляет профсоюз НИЭП, и она мне потихонечку, вот, как бы, и подтягивает, в действитель, такой, какие, из НИЭПа, ну вот, а проект Золушка, значит, это для выпускниц, мы одеваем выпускниц много лет, не одеваем, а вот сейчас, уже у нас 5 кандидатур, значит, договорились, у меня пока с тремя салонами красоты, это полностью девчонки, вот одеть девочку, два предпринимателя взялись на, за костюмы, тупельки, а остальные все занимаются внешним опытом, видом, ну, конечно, мы сейчас проворабатываем юридическую сторону, что, в общем-то, очень важно, потому что, конечно, все эти салоны и предприниматели, хотели бы, чтобы это демонстрировалось в группе контакции, на телевидении или где-то, они тоже преследуют свою, как бы, да, цель, поэтому, мы не можем это не учитывать, потому что у нас с вами другая цель, тоже, как бы, нам нужно с ними посчитаться, поскольку они для нас это делают, поэтому мы сейчас вот обратились к юристу, для того, чтобы он проработал какой-то договор, для того, чтобы родители были не против, если вдруг, а потом, вот, и будем вас снимать, я надеюсь, что у нас получится, ну, пока вот три салона согласились, поскольку, «Бускном» у них тоже, это Сару-город, как говорится, без дополнительных, как говорится, проезжающих, поэтому, они за каждого клиента, и нашли возможность, нам вот пока вот, мало, это замечательно, что мы согласились, да, пока согласились, я думаю, что мы получили, потому что мы... Я думаю, что в любом, в другом городе есть те люди, которые помогают, то есть, и готовы поддержать... Пишите звонить, просите. Я думаю, что даже не столько просите, а сколько предлагаете. Это не просите, а предлагать. На самом деле, есть еще одна такая важная тематика, технологии наших дел, мы не просто так их осуществляем, да, мы это делаем для чего-то, для кого-то, в первую очередь, наверное, мы все стараемся, чтобы наши дети жили лучше, да, и вот, есть такой замечательный проект, еще в городе, в Леснокорске, у них проект направлен, не только на, вот, как мы сейчас говорим, о материальных вещах, есть вещи, которые принадлежат духовной, то есть, они направлены, то есть, на культурное развитие нашей молодежи, и как раз таки, вот они своими делами, пытаются детей, сподвигнуть, на такие, сохранение наших культурных ценностей, предоставляем слово в городе Светлане Викторовне. Да, у нас, здравствуйте, шли, и еще давайте, скупочку времени, зарегистрировались на 15-го числа, ноября 2015 года, 18-го, официально, считаем, скупочку многодетных стилей, и вас, в стиле, слоянской, культурной, скупочкой, делаем печерки, святочные, где танцуем, с детьми, колярки поем, также проходят у нас мастер-классы по изготовлению кукол, тоже в народном стиле, изучаем колыбельные песни, в том, где те рисовали колыбельные, у нас конкурс в большом, в центре досуга проходил, с подарками, в общем, и с положительными, не переживайте, на самом деле, у них интересные проекты, к сожалению, их руководитель, Нина Лебедева, не смогла приехать, но, на самом деле, вот эти проекты, я думаю, что интересно будет для каждого, потому что у нас есть своя культура в каждом городе, и для сохранения этой культуры, я считаю, что должны будут существовать такие же проекты, которые будут направлены на поддержание и влечение молодежи, в сохранение нас, как культурных жителей наших городов. А у кого-то есть вопросы, какие бы хотели задать по этой тематике, может быть, какие-то проекты вас заинтересовали, можно сейчас? Можно я задам вопрос? У меня ваших вопросов, это что удостоверение, как говорится, оно какое-нибудь именно на региональном уровне, или только ваше? Да, региональное. Да, региональное. Ну вот, знаете, я вам по своему, скажу, вот в этом году была в Крыму, и оно действует, то есть, увидели просто, что мы многодетные, у них, скорее всего, есть свое удостоверение, но только потому, что мы многодетные в парке, и в музее, это федеральный закон, но пока вот образец у нас, наш, нижегородский. У нас, только наше удостоверение, то есть, показались бы, мы показались наше удостоверение, мы также здесь, мы примере, почему бы у нас какое удостоверение «Многодетные» сhtенив, мы только им пользовались, то есть, мы autosショ hela medios приходили, мы говорим, какие-то приходили там за детскими товарами, тоже там через два человека проходили, А потом у нас социальная защита, это все прекрасно. Нам его выдает управление социальной защиты за подписчиков директора. У вас это региональный образ, у нас нет такой, у нас просто муниципальная, то есть у нас опять это распоряжение, у нас кушать. У нас есть право, у нас есть право, у нас есть право, у нас есть право. Ну да, формата решила. Девочки, можно я расскажу? Дайте, пожалуйста, я слово еще одно. Можно я расскажу? Нет, я вопрос. Я уже говорила, город Снежинск. Город Снежинск, город, который оторвался от Сарова. Вот они сидят как представители на свое время, после Великой Отечественной войны сначала город Саров создан, а потом через некоторое время наш город. Наш город Снежинск расположился в очень красивом месте. В том году нашему городу Снежинску исполнилось шестьдесят лет, пятьдесят седьмой год. Поэтому я привезла вам подарочную книгу вашей организации, чтобы вы посмотрели, прочитали и знали нашу историю. На сегодняшний день наш город растет и процветает, поскольку Владимир Владимирович Путин обозначил стратегию оборонки и наш город процветает. Я в этом городе с семьдесят пятого года после окончания политехов и проработала в геоприотетном центре до выхода на пенсию. В восемьдесят седьмом году, хочу сказать, вот то, что говорили представители Сарова, решением партии в нашей стране были созданы женские советы. Вот женские советы были созданы для решения женских проблем. Сюда входили многодетные матери, прежде всего, которые имели определенный статус. Сюда входили одинокие женщины и неполные семьи, очень весь перечень вопросов. На всех предприятиях были созданы женские советы во всех подразделениях. И был создан городской женский советы. Когда наша страна благополучно распалась, женские советы, как и очень многие общественные организации, закончили свою жизнь. Но наш городской женский совет сохранил свой статус до сегодняшнего дня. Пять лет назад я возглавила эту организацию, городской женский совет. И в том году нам исполнилось тридцать лет. Вот мы по этому случаю написали, а сделали очень красивый журналчик. Называется урок «Женский вопрос» Снежинскому женский совету «Тридцать лет». Этот журнал я тоже привезла и тоже дарю его вам. Что я хотела сказать. Мы все с вами живем в одной стране. Мы все между собой общаемся. И поэтому, слушая сегодня, вот всех внимательно, я хочу сказать, что у меня очень большой стаж общественной работы. Очень большой. Я прошла комсомолок, я прошла партию, я прошла совет. И сейчас является председателем общественной палаты города. То есть круг вопросов очень-очень широкий. Но много можно говорить о том, чем занимаются женсоветы. Сегодня очень хорошо это озвучили. Я хочу сказать только маленькие тонкости. По поводу, вот вы называете это «добрые вещи». Ну, как там по-разному. Он у нас называется «вагадельем». А называется он потому, что он действительно выполняет конкретно эти бусы. Помещение у нас было все 30 лет. Сейчас это помещение достаточно большое. В этом помещении у нас работают 10 моих женщин. Всем по 80 лет. Все те, кто прошли весь путь работы в женсовете. Те, которые прекрасно знают наш город Снежинск. Знают семьи. У нас 50 тысяч населения, 16 тысяч пенсионеров, 16 тысяч детей. Это чтобы вы знали статистику. Чем отличается работа нашего, нашу «вагаделью»? Мы имеем помещение, которое оплачено сначала госполкомом, теперь уже администрацией города. Это помещение у нас работает 5 дней в неделю, включая воскресенье с 16 до 19 часов. Открываются двери. Вы туда заходите. Там логотип городского женского совета, чтобы все знали. У нас все как в магазине. Все. Вот это детская одежда. Вот это подростковая одежда. Это женская одежда. Это мужская одежда. Это обувь. Это посуда. Вот она мне так сказать. Люди, которые приходят к нам по городу, объявления всегда я поступаю по радио и по кабельному телевидению. Ну, потому что у нас есть и вопросы к жителям города, и обращения по поводу какого-нибудь случая, например. Вот. И обращаемся к жителям города, что товарищи, давайте, несите. Товарищи активно несут. Мои женщины все это дело раскладывают. Приходят. Ну, так все точно, как у вас. И многодетные, и нет, и так далее. Есть маленькая тонкость. Многие, может быть, удивятся. Может быть, что-то не возмутиться. Но мы делаем так. У нас все детские вещи бесплатно. Взрослые вещи условно платно. Начиная от 10-15 рублей, кончая 100 рублей. Почему? Потому что нам приходят очень хорошие вещи. Шубы. Предприниматели отдают нам не ликвид. Вот. И деньги, которые мы собираем, они у нас идут к благотворительной цели. Одной из таких организаций является Бумеран Добра. Куда мы эти деньги в течение какого времени, или в праздник, и так далее, мы передаем. Но мы на этом не остановились. Мы продолжаем помогать даже по мелкому. Ну, например, проводятся... У нас очень хорошо работает общественная организация инвалидов. Взрослые инвалиды. Они проводят такое интересное мероприятие. Называется Инва Плюс. Где инклюзивные танцы. Танцуют инвалиды и не инвалиды. Приезжайте за закрытый городок. Ну, кто-то приезжал. Ну, и проплачиваем нам, например, чай. Да? То есть у нас, поскольку деньги есть, мы решаем это все у себя. С женщинами. И эти деньги в подраслиточку выдаем. И в этом не все. Все то, что у нас не реализуется в городе. Люди же все-таки у нас и строятельные более-менее. Город же Росатома. Мы собираем эти вещи. И раз в месяц отправляем через ближайшие деревни. А у нас, около нас штук шесть-семь. Берем машину, администрация берет машину. Мы шкаем и все забиваем. Плюс книги мы отвозим в ближайшие деревни. Потому что библиотеки в деревнях бедные. Это очень хорошее на самом деле. Да. У нас большая дружба с женским монастырем. Мы им туда паскуду отправляем. И все-все-все прочее. У нас очень-очень интересная работа. Хочу вам сказать. Времени мало. Времени мало. Времени мало. Времени мало. Времени мало. Времени мало. Очень интересная тема. Вы предлагаете сейчас? Давайте тогда мы ее вынесем дальше. И на следующих мы как раз обсудим. Давайте так. Очень хорошо. Поэтому давайте я предлагаю сейчас нам закончить. Вынести это. Кто какие-то вопросы если не успел. Кто может записать себе в тетрадь. Да? Мы их на обсуждение потом вынесем. И придем в общий мировой совет. Что да. Нам это очень интересно. Так вот я еще сейчас заканчиваю свое выступление. Как глава города вы увидите. Говорит только. Я хочу сказать что многодетные мамы. Вы просто молодцы. Я вообще в восторге от вас. Ну ролич истории очень много значит. Так что я вообще от тебя в восторге честно говоря. Я хочу сказать что в следующий раз нам надо собраться. Собраться в Снежинске. У нас очень красиво. Да. Да. А почему мы с вами расширим. Ладно. Потому что действительно жилсоветы делают огромную работу. Обобщающую. И еще нам приходят часто мамы. Вот я же не зря вот по этому ходу. Алименты задала. Приходят. Есть нечего. Сволочь. Бросил. И смылся. И она бедная осталась. А как же богатая город? Мы ехали в любимую школу. Какие-то продукты. Все. Кому интересно. Дам адрес. Одну секунду. Одну секунду. Я извините. Позволь себе с вами согласиться. Что у вас 16 тысяч детей. Извините. По вашему населению. Это где-то небольшая отличитель. У нас сейчас каждый тысяч пенсионеров 10 тысяч детей. Вот именно. Да. Да. Это все. Вот что значит, когда в нашей жизни есть мужчины, а не всегда. Ученые. Это приобретение. Это приобретение. И уже сразу. Да-да. И приступим к следующему. Углубу. Хорошо.